Илья Яуфман закончил седьмой класс второй Голицынской школы. Ему одинаково сильно нравятся математика, история, русский язык и литература. Песня о Вещем Олеге – одно из любимых произведений конкурсу чтецов. Юноша выучил его всего за два часа. Это очень известное произведение Пушкина. А во-вторых, мне удобно его читать, то есть я понимаю его смысл и как-то с выражением. Пушкинский театральный карнавал собрал в усадьбе большие веземы художников, актеров, чтецов. И просто любители творчества великого русского поэта. Самое важное, конечно, это дух в самой усадьбе, в сами произведения. Получается такая синергия, которая, безусловно, даже тем, кто никогда не читал Александра Сергеевича, даст возможность погрузиться в эту историю, в замечательное его произведение. «Золотой петушок», «Царевна лебедь» и другие персонажи произведения Александра Сергеевича украсили одну из аллей. Это выставка работ участников международного конкурса «Пушкин глазами детей». Любой понравившийся рисунок можно было забрать домой. Здесь же прогуливался и сам именинник. От предложений сфотографироваться не отказывался. Ведь это любовь читателей, проверенная веками. И есть тот нерукотворный памятник. «Дождичка бы сейчас немного, осенних листьев, а так все прекрасно. Люди приходят, люди радуются, видимо, люди читают». В роли Александра Пушкина Владимир Токарев из Балашихи. В составе театра «Орфей» он участвует в конкурсе на лучшее исполнение произведений именинника. 22 коллектива со всего Подмосковья показали свое видение классики. «Граф! Прошу ответить! Прислали нам издалека!» Для конкурса, посвященного 220-летию со дня рождения Пушкина, Щелковский театр выбрал графа Нулина. Главный режиссер Ольга Погодина признается, в ожидании своего выхода на сцену вместе с членами жюри оценивала работы коллег. «Я уже видела, по-моему, семь отрывков. Я в полном восторге. В полном восторге. И даже на монологе с Алиери я прямо заплакала. Такая впечатлительная, но потрясающе читала». Также пристально члены жюри, которые возглавлял Василий Лановой, наблюдали за актерами из Щелково. Вердикт был однозначен – наградить специальным призом председателя судейской комиссии. Но обиды у других театральных коллективов быть не должно. Фестиваль будет постоянным. А это значит, уже через год они снова смогут побороться за победу. «Пушкинский фестиваль в музее «Заповедники Большие веземы» должен быть всегда. В следующем году будет 221 год, но мы 6 июня обязательно соберемся. И обязательно и театром, и музыкальной программой отметим эту дату. Потому что Пушкин, я вам скажу, это действительно наше все». «Лето красное» – великий русский поэт, как известно, любил не очень. А вот почитателей его творчество не остановило даже 30-градусная жара. Так сильно они хотели еще раз насладиться любимыми произведениями именинника и пройтись по аллеям, по которым когда-то гулял Александр Сергеевич. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.